Следующий поток начнется в январе, но я себе уже четко поставила дату. 11 января это будет вторник, у нас занятия будут по вторникам, четвергам вечера, суббота утром. Будем делать работу Байрон Кейти раз в неделю, групповую, вот такие исследования, погружаться. Это очень важно, потому что именно работа и погружение дает нам силу рассматривать теорию изнутри, и проживать ее на своем собственном опыте, это меняет. Одно занятие в неделю у нас будет лекционное, где мы будем разбирать механизмы, как вот эти шестереночки работают, чтобы это восприятие у вас менялось. И один раз в неделю будем разбирать личные запросы, какие-то ситуации, потому что на жизни других людей очень тоже хорошо нам учиться, искать вот эти, решать жизненные задачки. Если вы их научитесь решать через себя, через других, ну это то, что я делала, да, почему у меня вот видение развилось за это время, потому что очень много жизненных историй пропущено через меня, и у вас тоже будет такая возможность. Да, ждусь интересно, может, трепет чувствую, здорово, хорошо. И будем также разбирать фильмы, если не будет там заявок на какие-то разборы, будем разбирать фильмы, потому что на жизненных фильмах очень тоже здорово видно, как работают все эти механизмы брака. И вы увидите, что это все намного проще, говорят, там, шнар сложный, я сложный, но мы наоборот идем в упрощение, мы намного сложнее в это не погружаться и карабкаться в этой жизни, как слепые котята с закрытыми глазами. Это намного сложнее, намного болезненнее. Я этот путь проходила, я по целине этой копалась, да, очень долго. Поэтому лучше взять знания, лучше взять информацию, ее интегрировать, пропустить через себя, в голове навести порядок и уже из этого порядка жить. Это экономится, вот как у меня участник моего индивидуального сопровождения писал, да, я сэкономил годы, годы на жизнь, деньги сэкономил, да, годы жизни сэкономил, потому что я стала это узнавать. Конечно, это очень, мне кажется, взрослый ответственный поступок сделать этот себе подарок в жизни, такое решение, да, взять правильную информацию, правильно ее вместить в себя и начать уже менять то, то, на что я, допустим, раньше не обращала внимания. Это не говорит о том, что у вас должны быть большие проблемы в жизни. Не обязательно, а может быть кризис, тогда желательно. Но я чувствую, что вот последний курс, прошлый поток закончился ровно год назад, в декабре. Год я не делала курса, не вела, но я чувствую, что этот год меня тоже сильно очень поменял. Я сделала свои определенные тоже скачки, свои прыжки веры, и были у меня свои там какие-то и духовные опыты и переживания. Это все меня делает сейчас другой, и подачу я уже буду делать другой. И я сама в предвкушении, как это все развернется, я вложу туда свою душу. Я понимаю, что то, что делает нас еще человеками, это наше отношение к нашим делам. То есть мы вкладываем в эту душу или не вкладываем. Мы вкладываем душу в наши отношения или ее не вкладываем. Мы делаем что-то, отдаваясь этому целиком. Или вот, ну как бы, тяп-ляп. И когда мы вот так делаем, да, то мы где-то внутри чувствуем и знаем, что мы здесь не до конца верны себе. И если я, допустим, чувствую, что я не могу любить эту работу, я не могу любить этого человека, с которым я живу, честнее в этом признаться, себе сначала признаться, да, и сделать какой-то свой собственный выбор относительно этого. Но оставаться там, где мы есть, не выбирая, это мука. Мука для нас самих, для наших собственных жизней.